То, что мы сегодня видим, происходит с нашими святынями, а особенно святыней в Иерусалиме, это величайшая несправедливость. Те преступления относительно мирных людей, которые совершаются, изгоняются из мечетей, не дают молиться, не дают праздновать святость Рамабана, не дают молиться в мечетях. И более того, посягают на жизнь мусульманина, детей, женщин, стариков на мирное население, то такой несправедливости вы не увидите нигде и никогда. А самое страшное это то, что это совершается в святые времена, на святых землях. это может сподвигнуть к тому, что вспыхнет огромнейшая война, о которой не задумываются те, которые спровоцировали эту войну. и поэтому сегодня мы можем наблюдать весь этот лицемерный мир, все эти лицемерные государства, которые создают различные кучи организаций по правам человека, не считаются со святостью ни времени, ни места, даже не святостью жизни людей. И мы можем видеть, как мир раскололся надвое. мы видим, как идет война в Иерусалиме, когда бомбят мирных. Одни бомбят других, другие отвечают. И это приводит к чему? К тому, что якобы воспитанный и цивилизованный мир голосуют и поддерживают одних против других. Поддерживают что? Поддерживают убийство людей? Убийство детей? Нет, чтобы остановить обе стороны. Нет, чтобы посадить и заставить заткнуться. Неважно, сколько у тебя сил. Нет. Сегодня мы можем наблюдать следующее. Как двое взрослых, здоровых, их ударил маленький ребенок, один из них начинает его лупить, а второй стоит и говорит, ну да, он заслужил. В нашем народе есть пословица. Когда кони дерутся, бараны гибнут. Либо же овцы гибнут между ними. Невозможно и ни в коем случае нельзя поддерживать никакое насилие, никакое убийство, тем более, когда сильный обижает слабого. Сегодня войны происходят не так справедливо, как раньше. Когда выходили на пустыри и воевали. И сильный он доказывал, что он сильный. И оставались в безопасности и дети, и женщины, и старики. Сегодня зачинивают воины хитрецы и подлецы. Создают различные провокации, от этого гибнут дети, которые даже не успели узнать, что этот мир вообще из себя представляет. И что самое противное, что после этого всего могут выходить и говорить о какой-то чести, могут говорить о какой-то справедливости, о каких-то правах человека или правах защиты, правах женщин, прав мужчин, однополых браков и тому подобное. Этот мир сошел с ума. Справедливость, продвинутые страны, продвинутое общество и тому подобное. Пусть первое на что посмотрят, на то, как ведут воины. Что-то осталось от Сирии, что-то осталось от Палестины, что-то осталось от Бирмы, что-то осталось вообще от Афганистана или тех странах, где идут различные войны. Нет, гибнет кто? Гибнут мирные жители везде. Изнасилование, убийство, голод, холод. Это последствия всех войн. И поэтому Аллах, Субханаху Ата'аля, сделал этот грех, убийство настолько тяжким. И он предписал это во всех религиях. И Мусе, и Иисе, Моисею, Иисусу и всем. Тот, кто убил человека не по праву. То как будто бы он убил все человечество. С каким лицом эти люди станут перед Аллахом в судный день? Я даже не могу себе представить. Как человек может спать спокойно ночью, когда он утром бомбил маленьких детей свысока, сдалека и затем уложится спать. Как этих людей вообще земля носит? Но Аллах, Субханаху Ата'аля, сделал этот мир чашей весов. Что у человека в чаши перевесит, то он и получит у Аллаха. И поэтому справедливость, она без сомнения придет. Без сомнения будет. И поэтому каждый угнетенный пусть знает, что его дуа услышаны Аллахом. Каждый угнетенный пусть будет убежден в том, что Аллах непременно отомстит за него творящему несправедливость. Все эти события, которые сегодня происходят в мире, обратите внимание на то, что они происходят друг за другом. Войны не прекращаются. Отсюда вот человек должен сделать вывод. Если он не изменит себя, а затем Аллах, Субханаху Ата'аля, не изменит его общество. Если общество в таком же темпе будет происходить, то приход Даджайля совсем скоро. Судный день, он скоро.